Вы смотрите RTVI, меня зовут Марьяна Минскера. Здравствуйте, со мной в студии психолог Михаил Лобковский. Михаил, приветствую. В прошлый раз мы с тобой говорили про настоящих мужчин. В этот раз речь пойдет, что логично, о настоящих женщинах. Логично, потому что 8 марта. И не только. Но перед этим наш мини-опрос и вот, какими настоящих женщин видят люди на улицах. Так у каждого своя настоящая женщина. Главное, чтобы нравилась. Настоящая женщина должна быть доброй и веселой. Это тот человек, который тебе дает поддержку и ласку. Мать и жена. Это моя будущая жена и опора для меня. Она должна уметь готовить мясо, много разного. Притягательная, соблазнительная. Прежде всего, добрая, сочувствующая, готовая помочь и даже защитить в наше время. Трудно сказать, но вот она должна быть прям настоящей. Без нее нельзя. Если она еще красивая, вообще отлично. Вот интересно, что в интернете при запросе настоящая женщина выскакивают такие забавные цитаты. Ну, видимо, по аналогии с настоящий мужчина должен посадить дерево, воспитать сына и построить дом. Настоящая женщина должна родить дочь, посадить мужа, построить свекровь. Ну и так далее. Ну, вот интересно, я думаю, что ты об этом тоже знаешь, такая широко известная цитата четырехлетней девочки, ее зовут Аня. Настоящая женщина должна быть красивой и говорить мужчине, что он молодец. Ну, если серьезно, настоящая женщина, какая она, какие качества ей присущи? Ты знаешь, я думаю, что она должна быть женственной. Что это такое? Достаточно мягкой, достаточно гибкой. Надо, во-первых, отдать женщинам должное, а женщина действительно более гибкий, чем мужчины. Менее консервативные, менее зажатые, а менее закостенелый. Простой пример. Про эмиграцию. Когда мужчины приезжают в эмиграцию, они же бывшие начальники, они у нас простую работу брать не будут. Они лежат за больных стенки, не работает. А женщины, это известно, идут на курсы, учат язык, получают новое образование. Женщины учатся, например, в мире гораздо больше, чем мужчины. 70% посетителей театров, музеев, выставок и концертов – это женщины. А на моих лекциях 90% женщины, 10% не удивят. Чем женщина отличается от настоящей женщины? Все-таки мы же сегодня говорим именно про настоящую женщину. Что это такое? Вот сами женщины говорят, и мужчины про них плохого, да? Не-настоящие, да? Это бабство. Когда она не женщина, а ведет себя, ну, вот так вот немножко, по-бабски, кричит, скандалит, истерит. Это как бы не очень женское поведение. То есть, настоящая женщина не равно стерва? Нет, конечно. Вот Кристиан Диор… Кристиан Диор сказал, что настоящая женщина должна быть вредная и капризная. А давай все-таки раскроем ее эту идею. Дело в том, что когда мы говорим о женщине, мы еще имеем в виду, как ее воспринимают мужчины. В отличие от мужчин, к сожалению, которые более самодостаточны, женщины не совсем самодостаточны. Там еще учитывается мужской взгляд на женщину. Так вот, у мужчин, друзья мои, мама была не всегда подарок. Она не всегда была вот это, вот как они говорят в вопросе, ласковой, там, нежной. Она часто была тяжелой и стервозной, я тебе хочу сказать. Может быть, именно поэтому они ищут в других женщинах все, о чем они думают? Именно поэтому есть спрос на стервозных. Казалось бы, да? Но как, кому они вообще нужны с таким тяжелым характером? Очереди стоят. Потому что этот мужик хочет, как мама, чтобы была, ты понимаешь? Пора, она поскандалила, как она привык какая-нибудь, с отцом разговаривает. Поэтому это все в женщине существует и присутствует. Кстати, считается, что женщины в каких-то вещах во время войны, например, гораздо более жестокие, чем мужчины. Это чем объясняется? Это объясняется, что у женщин бывает гораздо больше подавленных эмоций. Женщина в современном мире, но продолжает быть достаточно зависимой. Мы сейчас не говорим про Северную Европу, да? Мы говорим про мир вообще, в который ходят Латинская Америка, Африка, Азия, да? Женщины еще во всем мире не обрели самостоятельность и независимость. Поэтому вот и за счет подавленных эмоций, за счет того, что ими в каком-то смысле помыкали, они бывают пожестче. Ну, то есть, смотри, я правильно понимаю, что настоящая женщина глазами мужчин – это одна история, глазами женщин – это совсем другая история. В чем отличие? Давай разберем. Но между собой женщины, конечно, меряют по внешнему виду. Это абсолютно мужское заблуждение, что женщина одевается для них. Куда надо говорить в камеру? Сюда. Мужчина и женщина одеваются для себя. Я все время думал, что для меня. Или для других женщин. А когда, что для других женщин, точно не для мужиков. Так вот, когда женщина смотрит на женщину, она оценивает фигуру, грузь, ноги, попу, все, да, возраст. И что очень смешно, когда женщина идет с мужчиной, то другие женщины, все просто голову сворачивает, чтобы оценить, а что у них за отношения. Кто вообще, кому, кем приходится. Я давно на это обратил внимание. Весь в этом смысле дико любопытный. Им интересно это. И женщины друг у друга не интересуются, например, добротой. Вот то, что мужчины говорят, да. То есть для женщины доброта другой женщины не является ничем. Ну, доброй, слава богу. Но зато они интересуются тем, насколько умно в их понимании женщина строит свою жизнь. Например, насколько она правильно вышла замуж. Успешна ли она? Если она успешна в карьере, это прекрасно, но хорошо бы, что еще была личная жизнь. Это для женщин важно. Они это рассматривают. Они рассматривают наличие или отсутствие у женщины ребенка. А также отсутствие или наличие у ребенка. Любовников. Любовников это с возрастом вообще начинается, да. Критерии из критериев. Там, если папа у ребенка, кто кормит? Она сама зарабатывает, как дура? Или все-таки есть кто-то? Тогда она все-таки не дура. Тогда она умеет в жизни устроиться. Мне кажется, у женщин такие критерии существуют. Как бы, насколько женщина правильно устроилась в жизни, я бы так сказал. А мужчины как оценивают тогда настоящую женщину? То есть там какие-то противоречивые? Я тебе сейчас скажу. Это должна быть и стерва, и в то же время ласковая, и мягкая. А тут все еще интереснее. Давай мужчин тоже разделим на слабых и сильных. А для слабого мужчины женщина должна быть почти все, что ты слышал и здесь. Покладистой, нежной, мягкой, желательно еще уступчивой, неконфликтной. И, в общем-то, соглашаться и смотреть мужчине в рот. Но когда мужчина слабый, и он в комплексах, ему это нужно. Он не может выдержать конкуренцию с женщиной. Это его просто убивает. Да он в жизни никогда к сильной не подойдет. И помню, когда мне было лет 17 или 18, это было в советское брежневское время, мы с другом стояли в театре Ленком зимой, перед началом спектакля, и говорили, а мы были такие, ну, достаточно нищие парни, в тренировочных, там, в кедах зимой. И стояли две девчонки в норковых шубах за билетами. И мы полчаса с ним препарались, типа, ну, чем подойти? Да нет, ну, пошлют, скажем, не, да, подойдем, хуже не будет. Да пошлют, ты только как они одеты. Мы подошли с таким циничным текстом, что в театре вы в ряде не попадете. Тоже билетов нету, пошли с нами. Они так посмотрели, как мы одеты, и ничего не ответили. Через минут 15 им надоело, потому что они не попадают. Говорят, ну, ладно, если мы не попадем, еще раз посмотрев на наши кедры, то черт с вами. Так что я хочу сказать, что... Ну, в итоге-то пошли, чем закончилось. Пошли, пошли, куда они делаются. Я другое хочу сказать, что когда мужчина сильный и уверенный в себе, он хочет женщину, равную себе. Ты сильный, уверенный в себе? Конечно, да, ты, чтобы у нее был характер, чтобы она не то, что она была там стервозной или эскадальной, нет. Но чтобы она могла сказать о своих желаниях, о том, что она хочет, что она тоже человек. Слушай, какой интерес жить с женщиной, если ты не знаешь вообще, кто она, что она любит, почему она никогда рот не открывает? Вот как наши, как говорят, новые русские так называемые живут, да? Но им нравится, я не знаю, что как бы та получает какой-то достаток, а за это молчит. А люди, когда в себя верят, и надо, чтобы... Ну, это был как бы партнер твой, понимаешь? Ты знаешь, при этом вот интересно, но я лично, я знаю достаточно много состоятельных, умнейших мужчин, которым нравятся стервы. Ну, это хорошие парни. Ну, и то, что стервы, это привет маме, конечно. Но то, что хотя бы, который рот открывает, говорит о том, что мужчины не боятся их. А слабые мужчины боятся, понимаешь? Боятся женщины. Мне, кстати, стервы не нравятся. Я за все-таки здоровый характер, потому что стервозность, это такая черта все-таки невротическая, я считаю. Там истеричность, там постоянное недовольство жизни и так далее. Это как сказка о рыбаке и рыбке. Примерно, я думаю, стервозность в реальной жизни. На любителя. Хорошо. Вот ты сказал, что женщины оценивают в первую очередь внешность, возраст у другой женщины. Мужчины что в первую очередь оценивают? Мужчины, к сожалению, для женщин, наверное, оценивают внешность не то слово. Притом, не как все внешность, да, не были бы такими подонками, хотя бы в глаза посмотрели бы, да, начали с глаз хотя бы, как у нас зеркало души, нет. Давай на грудь пялиться, давай на ноги смотреть, на задницу и так далее. Это первое впечатление. То есть внешность все-таки играет очень большой роль. За всю мою жизнь, а мне 56 лет, мне попался только один мужчина, мой друг Сергей, который, ну, он такой сильно пьющий, может быть, поэтому он сказал, ну, как вообще, какая внешность? Начни общаться сначала. Если тебе потом будет хорошо от общения, ты можешь продолжить. Я говорю, а внешность? Слушай, ну, мы же не в зоопарке, ну, что ты прямо за своей... Ну, это исключение. Это один человек за все мои 50 лет. Один. Больше таких не встречал. А дальше, когда внешность, так сказать, тебя удовлетворяет. Что интересно, даже женщина смотрит, тоже это одеясь. Какая внешность удовлетворяет, спросит Марьяна. Ну, конечно, таким, как Марьяна, им просто и хорошо жить, а не просто тупо красивые, и все. Она нравится всем. А ей же женщины, которые, Марьяна, ну, не так красивы, как ты. Понимаешь? Вот как с ними быть? Это очень интересный момент. Все находят себе пару, ты не поверишь. Это биологическая эволюционная история. Почему? Потому что мужчине нравится не вообще какая-то красивая, абстрактная женщина, а просто абстрактно красивая нравится большинству людей. Все остальные, их цепляет что-то напоминающее из их детства. Образ мамы, я бы сказал. Все-таки мама. Да. И с этим ты ничего не можешь сделать. Именно поэтому Павел Маккартни в свое время женился на одноногой Хейзер Милс. Он не извращенец, ему в принципе инвалида не нравится. Вот цепануло и все, и он женился. Вот что, не мог на двухногой, мог. Ему вот это понравилось. Таких примеров, кстати, море. Знаменитая жена Цукерберга. Кто только не прошелся по поводу небесной красоты. Я что хочу сказать. Вот эта роль мамы, роль образа женского с детства, да, который у взрослого мужчины выражается в том, что он находит ту женщину, которая цепляет его вот этими детскими ассоциациями, никто не отменял. Поэтому любой человек с самой даже заурядной внешностью может найти себе пару. И еще. Внешность, она напрямую зависит от самооценки. Если у женщины высокая самооценка, она выглядит прекрасно. И она всем представляется просто неземной красавицей. Стоит самой красивой девушке слиться, она вообще реально никому не нравится. Более того, в моей жизни отношения были такие женщины, которые вот типа красивые, а рот открывают, и дальше ты не можешь с ними общаться, потому что очень убого все, очень ущербно, очень закомплексованно, и неинтересно. И мужчина так проигрывает свои качества, и женщина так проигрывает свою красоту и внешность. Возраст, кстати, большой роли не играет. Привет целой плеяде людей, начиная с Антонио Бандераса. Первая пара Франции, например. Это отдельная песня. Но много примеров таких много. Это не принципиальный вопрос. Хотя все женщины заморачиваются именно на возрасте. Даже больше, чем на внешности. То есть они с внешностью как бы мирятся, и как бы она их устраивает часто, а вот возраст нет. И они начинают страдать уже лет, наверное, с 30, что типа, ну куда уже в гроб ложиться? Мне уже 30, да? Как ты работаешь с такими женщинами? Что ты им говоришь? Что им нужно? Ты знаешь, что хорошего просто задаешь. Я говорю им вот что. Во-первых, я не могу их обманывать, как в том анекдоте, когда мама говорит своему сыну, которого дразнят в школе, что у меня квадратная голова. Он говорит, сынок, надо же у тебя круглый, ну че ты прямо? Так ты для человека не обманешь, да? Я говорю следующее. Вы должны полюбить себя вот такой, какая вы есть по одной только причине. Это вы. Когда вы начинаете себя сравнивать с другими, вы всегда проигрываете. Какой бы вы ни были красивой, есть кто-то красивее вас, и кто-то моложе, успешнее и так дальше. Не стойте в этой очереди. Обращайтесь к себе. Это ваши ноги, это ваши руки, это ваши уши, это ваши глаза, грудь. Все это ваше. У вас нет другого выбора, кроме как принять себя такой, какая есть, и полюбить все это. Потому что это уникальный человек, это только вы. Нет такого второго. И когда женщина начинает любить то, что у нее выросло, а тут хочется сказать, ну что вырастут, то выросло, то она гораздо более желанна в глазах мужчин, чем та женщина, которая не вылезает от пластических хирургов, которая всеми себя улучшает, улучшает. Потому что явно чем-то не удовлетворено. Ну, слушай, ну это как тебе сказать, есть, конечно, такие извращенцы, которые с гор спустились, может быть, им нравится эта силиконовая история, но это же видно. Ну, а если мужик так выглядит, это вообще страх божий, да? Это целая культура, да, это как типа, вот у нас в деревне любят вот таких, да? Ну, потому что если мужчина более-менее не слепой, конечно, и имеет хотя бы неоконченное среднее образование, но это не может сильно нравиться, потому что это все неестественно, это все как бы придуманное, и за этим нет человека самого, кроме существа, который настолько закомплексован, что готов резать себя, чтобы понравиться. А женщина с самой простой внешностью, вот просто за счет того, что она любит себя, свою внешность, за счет того, что ей нравится, ее лицо, ее туловище, руки, ноги, она начинает нравиться всем. Вот такой феномен восприятия, вот так у людей мозг работает, что когда ты нравишься себе, когда у тебя высокая самооценка, ты в глазах окружающих тоже выглядишь очень высоко. А возможно полюбить себя после, допустим, многих лет вот такой нелюбви к себе и желания что-то переделать в себе, или это очень сложно для женщины? Ты знаешь, это возможно и сложно одновременно. Возможно, потому что возраст здесь роли не играет, она почему сложно. А ты не обращала в внимание, как девочка, что еще со школы вы, девчонки, свою самооценку мерили по очень тупому признаку, есть у тебя парень или нет. И я не могу, как психолог, с этим почти ничего сделать, это очень длинная терапия. мужчина так устроен, что наличие в его жизни женщины вообще не влияет на его сам. Есть у него женщина или нет, это никак не влияет, а для женщины влияет вот с такого возраста. Вот когда девочка учится в восьмом классе, у них дискотека, ее не пригласили, она уже начинает мерить свою самооценку по мужчинам. Вот выбить вот эту дури с головы, это очень тяжело, это гораздо тяжелее. Ей говорить, что ты сама по себе практически невозможно, потому что она никогда не была сама по себе. И ее так приучили, с отцом приучил, что если у тебя есть парень, ты вообще что-то из себя представляешь. Если парня нету, ну я вообще не знаю, кто ты. Ну раз у тебя его нету. Ну то есть у настоящей женщины не обязательно, что она должна быть замужем или у нее должен быть мужчина. Более того, наличие мужчины вообще не должно влиять. Она может быть одинока. Это вопрос вообще уже ее психологии, а не внешности, понимаешь? Но, что любопытно, 90% моделей, что говорят? Слушайте, я в школе такая страшная была дылда, какая-то костлявая, без тела. Но у меня тоже парня не было. Меня вообще травили. Это я любит, я помню, даже помникулькин что-то по этому поводу страдала. Да многие, ума Турманта. То есть, те, которые сейчас все хотят, они в школе были никакие. Но вот эта привычка, что у тебя должен быть парень, это вот, кстати, когда американское кино смотришь, молодежная комедия, вот они все этим пропитаны, что только конченые лузеры не имеют парня в девятом классе. А если ты хоть, ну хоть грудь какая-то выросла, да, ну хоть губы какие-то есть, но должен, ну последний урод, но должен с тобой гулять. Вот этот толстяк, пусть, но гуляет. Иначе ты никто. Это есть. Это проблема. Для самооценки. То есть это нужно обязательно как-то изживать? Нужно вот как бы отдельно котлеты, отдельно мухи. То есть, да, надо в себе изжить, потому что ты не родилась для того, чтобы тебя исключительно ассоциировали при наличии мужчины в жизни. Ну нет мужчины. Может, такая нереальная красота, такая прям снежная королева, что парни просто боятся подойти. Такое тоже бывает. Бывает. Кто для тебя настоящая женщина? Вот давай конкретно, пример. Если говорить о тех людях, которые знают все, я бы назвал, конечно, великую Голду Мейер, премьер-министра Израиля, который сейчас она называла нашей бабушкой. Вот, хотя она была и молодой, и замужем, и дети, и внуки, и все. Она была великая. Я считаю, выдающийся, конечно же. Кстати, я вспомнил 8 марта это Роза Люксембург, я почти ничего не знаю, поэтому не буду по ее поводу. Маргарет Тэтчер, конечно же. Железная леди. Да. Я думаю, что она была обычной человеком, но когда она становилась в политике, она была железная. Но они просто интересные люди. Дело не в том, теперь Елизавета, английский, мне вообще не очень интересно. А вот эти люди действительно выдающиеся. Принцесса Диана. Принцесса Диана, она мне представляется реальной жертвой. То есть, я знаю, что я обожал весь мир, но для меня это просто бедная женщина, которая очень несчастливо прожила свою жизнь и также несчастливо умерла. А те реальные великие были. А Голда воины выигрывала. Но я хочу, если мне позволено, знаешь, как говорят, можно передать привет там своим родителям. Я хочу сказать два слова про мою маму и про мою дочь. Значит, ну, маму уже давно нет, а мама в советское время занималась выборами во Франции и в Германии. Представляешь? Тельмаков был и шеф. Я не понимал половины слов. Не только по-немецки и по-французски, я и по-русски не понимал, что она говорит. И я всегда смотрел ей в рот, потому что она для меня была, но мужчин-то не так много, да? А нам переработал, знаешь, с кем? Т.Т. Кембриджская четверка. Ким Филби. Вот лорд Макклэйн просто у нас через день дома был. Он в Великобритании в соседнем отделе сидел, занимался политикой. И мама на меня настолько повлияла, что я, например, никогда, когда я вырос, мне не интересны были домохозяйки. Я любил только тех женщин, которые реально что-то из себя представляют. И чем они были сложнее, непонятнее, тем мне было интереснее. То есть, Михаил, я правильно понимаю, что мама и есть настоящая женщина для любого, практичного, любого мужчины? Нет. Некоторые не уважают своих мам, потому что дома их третирует их папа. Или мама слабый человек. Я тоже хочу об этом сказать. Дорогие женщины, которые нас смотрят, все-таки надо поднимать голову и начать жить все-таки своей жизнью, а не пытаться прислуживать все в доме. Надо иметь характер. Но мне в этом смысле повезло, хотя мама меня лупила. Она была для еврейской. Мама очень жесткая. Она прямо ремнем. Но я был тоже тяжелый, я и могу понять. Второй человек, который я считаю настоящей женщиной, хотя для меня, она ребенок, это моя дочь. Тебя окружают настоящие женщины, это круто. Да. Скажи, а вот понятие настоящая женщина в России и на Западе отличается? Например, в России это коня на скаку и в горящей избу, а на Западе... Да ладно, я тебя умоляю. Это поэт сказал про коня на скаку. А вообще, я считаю, что, конечно, в России, несмотря на то, что у нас есть во власти женщины, и в правительстве, и в Кремле, и так дальше, реально у нас любят вот этих тихих, которые рот не откроют, которые платочек повяжут, как замуж выйдет, их не слышно, не видно. У нас никогда российские традиции не делись. Я тебе объясню, почему. Венчальные песни в России следующего содержания. Папа, не отдавай меня туда. Мама, забери меня обратно, моя жизнь закончена. Я лучше умру, чем выйду замуж. И, к сожалению, очень часто это правда и до сих пор. Поэтому коняна с какого это какие-то мечты от тех женщин, которые могли бы быть. Любая женщина времен Некрасова, которая писала эти строки, если ворот открыла, то он же получил бы по голове. Ну, были, я уверена, просто редко. была там Боярани Морозова, были народоволки, революционерки, были императрицы российские, в конце концов. Но я хочу сказать, что в России при всей кажущейся демократии, в том смысле, что женщины где-то представлены в органах власти, реально, конечно, женщины, во-первых, зарабатывают на 30% по статистике меньше мужчин за ту же самую работу. Во-вторых, 82% женщин, вы знаете, как на доклад, посвященный 8 марта, я выступаю, 82% женщин подвергаются сексуальным намогательствам при приеме... 10% об этом говорят. при приеме на работу, видишь, 10% только говорят, потому что не тот статус еще женщины, что все 82% об этом сказали. Ты знаешь, что зарплаты на одной и той же должности у мужчин и женщин сравняются только по некоторым данным, только к 2059 году. Да ладно. Но видишь, поэтому пока коней мы не останавливаем, в горячие избы мы не входим. То есть входим на свой страх и риск, но это, так сказать, никто не воссоценивает. на западе как? Настоящая женщина на западе. Во-первых, она такой же человек, как и мужчина, и это сказывается тогда, когда они рождаются, девочки. Почему? Потому что их воспитывают так же, как и мальчиков. Нет никакой разницы. Я приведу пример из своей практики. 30 лет назад я на голландских высотах жил в Тибуце Сассо и работал в школе. И у меня были подростки, ну как им лет 10, 12, 13 было. Я был типа воспитателя. Значит, мальчик при мне сломал девочке об ногу руку. Так, взял и сломал. Я толкнул речь о том, что это девочка, о том, что девочек бить нельзя и все, чему меня учили в Сельском Союзе. Меня вызвали на секретаря от Тибуца и сказали, Михаил, пожалуйста, без вашей буржуазной пропаганды. Нет тут никаких мальчиков и девочек. Это товарищи все. Если один товарищ другому руку сломал, конечно, его накажут. Но не потому, что он девочке руку сломал. Не надо вот это. Правильно. Это кибуц. Это еще-то жесткий кибуц. Это не совсем правильно. Но сегодня женщина ровно находится в том же положении, что и мужчина. Женщина давно уже отбили свои права. Женщина, ну, я не знаю, как в Европе, вряд ли в Америке не принимает, когда открывает дверь и подает пальто. Считает, что ее таким образом унижают. Есть знаменитый лозунг феминисток. Чем больше у вас привилегий, тем меньше у вас доходов. Это правда. Потому что дверь открывает, зарплата будет меньше. Ты же слабая. Тебе место уступили, зарплата будет меньше. Ты же слабый, тебе же сидеть надо. Ну и сиди. А в Европе, слава богу, еще, я думаю, во Франции все это присутствует. Ну, тоже есть. Такое тоже есть. Женщина, слава богу, даже с перегибами, ну, везде перегибы бывают, с огромным участием, там, я не знаю, лесбиянок, боролись за права и доборолись. То есть, есть какие-то вещи, которые в России существуют еще, а в Европе уже нет, оскорбительные, унизительные для женщин. Там уже это изжито нет. Как надо воспитывать девочку, чтобы из нее выросла настоящая женщина? И надо воспитывать не так, как девочку отдельно, как какое-то женское существо, да, которое должно, там, я не знаю, шить, вязать, готовить и рот не открывать. Надо воспитывать человека, личность, которая имеет свой голос, свое право высказывать, ребенок надо считаться с девочкой, и тогда она вырастет личностью. А если ее подавлять, если сказать, ну ты же девочка, поэтому вот тебе фартук, вот тебе, готовь, выбирай, да, ведь многих до сих пор прививает своим девочкам именно эти навыки. в доме я имею в виду, когда я был школьником, на фитмальчике, вот я был автослесарем, а девочки все кройки шитья и кулинарные курсы ходили. Ну это да, уроки труда такие. А знаешь, что они хотели? Уроки вождения. Там только два человека попало из всего класса, они об этом тоже мечтали, чтобы машину водить. А они говорят, нет, вот фартов давай. Ну то есть подожди, то есть там ты девочка, ты должна уметь готовить борщ, ты должна уметь помыть полы и, не знаю, зашить рубашку, погладить рубашку. Это уже не работает, это мучить не нужно? Ты знаешь, замуж за это никто еще никого не брал, скажем так. Можешь мыть, можешь убить готовить борщ. Это прекрасно, когда женщина готовит борщ. Но когда это все, что она умеет, знаешь, женщину красит скромность, когда больше ей, в общем-то, нечем красоваться. Это то же самое и про борщ. Это хороший бонус, да, какой-то личности. Но мужчина живет же не с этой, как в рекламе, посудомойкой, он же живет с человеком, да, если все, что она умеет, это вот эти женские навыки, и муж тоже, как бы не очень интересно с этим жить. Но я как мужчина скажу, готовить борщ, это прекрасно. Давайте теперь поговорим про взаимоотношения настоящей женщины с мужчинами. Чего настоящая женщина точно не будет терпеть от мужчины? Ну, настоящая женщина не будет, конечно, терпеть, я считаю, не унижения, не критики, потому что критика это, в принципе, проявление нелюбви. Ну, ты ничего не умеешь, ты ничего не можешь, ты безобразно готовишь, ты там плохо убираешь и так далее. Критика там по поводу воспитания детей. Вот. Не будет нормально женщина терпеть попреку по поводу денег, потому что, ну да, давайте скажем прямо, в Российской Федерации в большинстве семей отец, то есть муж зарабатывает больше, чем жена, потом часто намного больше, а жены каких-то, так сказать, бизнесменов еще в разы меньше зарабатывают. И все бы ничего, если божья их не попрекали этим имуществом неравенством, настоящая женщина просто уйдет, она эти упреки слушать не будет, я считаю. Настоящая женщина не будет терпеть измены, как бы она не объясняла, что все мужики такие, так устроены, был не трезв, это в последний раз, и все остальное бла-бла. Настоящая женщина не будет терпеть Оран, но в свой адрес и уж тем более рукоприкладство. Слушай, а вот по поводу измен, не знаю, ни одного раза не будут терпеть измены вообще? Ты торгуешься сейчас? Нет. Нет? Это была знаменитая история, когда предыдущая английская королева подошла к Бернарду Шоу на приеме, а может быть это не в том предыдущем. Я же запутался в хронологии. И сказала Бернарду Шоу, у вас все женщины продажные в произведениях. Я тоже. Он промолчал, что он может королевина это сказать. Она сказала, ну хорошо, сколько я стою? Он говорит, ну типа там один фунт. Это что так дешево? Говорит, видите, вы уже торгуете. Так вот, я хочу сказать, что ты торгуешься. Одного раза, нет, женщины, которые нетерпимы, одного раза, я думаю, ей достаточно, чтобы идти. Нормальные, конечно, такие вещи не терпят. Хорошо, вот ты затронул тему женщины и деньги. Может ли настоящая женщина быть финансово зависимой? Она не должна быть, но может. Но дело в том, что я, у меня очень жесткая позиция по этому поводу. Так как у меня родители работали оба, но это было в советское время, там неработающих их в зоопарке показывали, их было три человека на страну, и одну я видел женщину. Их называли типа содержанки. Это знаешь, что такое? Это какой-нибудь цеховик, откуда еще богатые люди. Как-то покупал квартиру кооперативную, и она там жила, а он жил не в Москве, он где-то жил, я не знаю, в каких-то республиках. Он был миллионер по советским, вверх он приезжал и навещал. Я однажды в гостях был вот такой женщины. Реально все как в музей ходили, смотрели, и она была очень смешно одета в пеньюаре, в таких тапочках с пухом и пумпончиками. Тоже годы где-то 70-80-е были. Но пальцем показывались. Прикольно. А вообще все женщины работали. И, например, я тоже привык, я считаю, к здоровому отношению, финансовому. Значит, отец зарабатывал ну, раза в два, в три, больше матери. Но никогда из-за денег не было разговора, потому что деньги были общие всегда. Они лежали на видном месте, и кому надо было, тот брал. Никогда никто не открывал рот по поводу я тут зарабатываю, я тут в доме хозяин и так далее. Но мне в этом смысле просто повезло с семьей, я считаю. А так очень много говорят, на месте вот этой настоящей женщины надо, конечно, развернуться и сейчас я другого. Настоящего мужчины? Который, пусть, да, для меня важно, чтобы женщина могла себя прокормить. Дело не в том, сколько она зарабатывает, не надо тут мериться. Но, женщина, которая не может себя прокормить, а если она взрослая, ей больше 18 лет, я считаю, что она инфантильная, и она не отвечает ни за что и ни за кого. Слушай, у нее завтра будет ребенок, а у нее нет денег его кормить, а как это? Но это что за женщина вообще? Это какой-то подросток 15-летний. Еще одна интересная тема женщины и измены. Вот мы в прошлый раз говорили про мужские измены, о том, что только 20% мужчин не изменяют своим вторым половинам. Что касается женщин, ты говорил, что здесь статистика еще хуже. Значит, не хуже, она отличается от мужской на 2%. Это был американский опрос, я напомню, кто не смотрел нашу программу, изменили бы вы своему супругу или супруге, если бы были на 100% уверены, что он или она, не знает. Это классический опросник. Там разница была в 2%, женщина на 2% меньше. Почему? А они больше боятся расправы. Потому что женщина, которая изменила мужчина, она может в углу поплакать. А вот мужчина, который изменила жена, ее убить может. И избить его и точно может. И она это тоже понимает. Дальше. Женщина в 50, если не больше, процентов случаев вообще простит. Она не пойдет разводиться. Ты до этого говорила, что вообще ни одной измены не будет терпеть? Я говорю, настоящая. А мы про настоящую. вот чтобы настоящий, которые еще не доросли, поняли? У нас в стране закрывают глаза. У меня была подруга, которая сказала, вот я ничего не знаю, и все мне это устраивает, чтобы я ничего не знал. И она не одна такая. Значит, мужчина, который, которому изменяет женщина, он другой. Он настолько обременен с самолюбием, что он, скорее всего, с ней не будет дальше жить. Я, конечно, видел в консультации мужчин, которые пришли, потому что им жены не только изменяли, а просто продолжают даже не изменять, а с кем-то жить, они хотят с ними вернуть. Но это единицы. Большинство мужчин нетерпимо. Женщина не обременена вот таким тяжелым самолюбием. То есть, как-то сказать, ей это неприятно, но там нет для нее такого, что есть для мужчины, который вообще не может с этим жить, понимаешь? Ну, настоящие женщины могут быть любовники? Ну, могут быть, конечно. Но, в моем понимании, без мужа. Понимаешь? То есть, если она обманывает, она опять не в ротик для меня, который что-то боится, что-то пытается выгадать, куда-то там лавирует и так далее. А если женщина все-таки на себя рассчитывает, да хоть 10 любовников. Когда, кстати, умер Миттеран, чем Франция отличается от США, да? Когда умер Миттеран, за гробом шла жена. И 10 любовниц. И 12. Посчитали. Их было 12 любовниц, да. То, что, за что Клинтон там за какой-то намек чуть не слетел с поста Симоника Левинской, а во Франции все и так знали. Ну и в заключении уже по традиции правила поведения настоящей женщины от Михаила Лобкова. Ну, независимость определенная, определенная гордость в хорошем смысле слова, определенная, не определенная, а просто полнейшая самодостаточность и независимость. Зачем? Не только для того, чтобы ты медаль повесил, что настоящая, а у тебя появится шанс настоящего мужчину в этой жизни с таким набором. Спасибо. Это был Михаил Лобковский. Субтитры сделал DimaTorzok